ребят всем привет сегодня такой немножко не дачное видео будет поэтому не обижайтесь просто решили обозначиться что мы никуда не пропали у нас вчера была пятница и был что всем и выпал кто да у нас много много снега вот так вот сейчас выглядит улица мы с семеном сейчас едем ко мне на работу да вот я вчера поменял резину с моим выгрузим и я хочу провести кое-какие мероприятия по машине перед зимовкой ну еще и там купил ей кое-какие подарки виде новых интересных лампочек но это я вам расскажу чуть позже а сейчас поехали на склад мыть машину и выгружать резину ну все едем на работу будем наводить порядок в машине и готовить ее к зиме потому что к зиме машину нужно готовить не только менять ей резину но я еще покрываю специальным гидрофобным покрытием которая позволяет не примерзать льду снегу поэтому если кому-то интересно я в процессе видео покажу что это за препараты которые облегчают скажем так чистку снега зимой а сейчас двигаемся на базу поехали а то я ну я уже все путаю что мы не едем на дачу а мы едем к папе на работу да папа мы сегодня не едем на дачу зато у нас планируется на следующей неделе пять выходных на даче и я думаю что мы выпустим целых две серии интересных событий конечно и мы это выполним потому что мне очень хочется чтобы у меня были каникулы целую неделю пять дней кайфа дачного кайфа а именно дачного кайфа и я хочу еще чтоб что после работы мне папа купил наггетсы то есть заказал наггетс и картошку фри бургер но и и все такое что ребят приехали на работу сейчас открываю свой гараж и буду грузить резину не выключайтесь склад идем в склад вот здесь мой маленький склад ну нужно еще побольше побольше а вот стулья всякие проволоки так резина правильно а что это такое база прибор какой-то неизвестный прибор это что такое папа это что такое за странный прибор это прибор называется трубогиб а что делает трубогиб трубогиб гнет трубы зачем ну допустим для того чтобы а понятно а у тебя хоть тут сифон есть по ну блин а ну тут очень классная потому что ты ну а почему ты такой большой а шины такие тяжелые а они же машины держат а это сапоги ну тут еще какие-то проволоки проволока именно а это не проволока это лезвие и такое по это перфорированная лента что перфорированная лента делает она держит понятно а это фонарик такой фонарик туда все являешь и он светит ого так папа смотри какой фонарик я нашел фонарик тут еще что-то есть интересное кружечки всякие металлические лопаты он сверху так у меня есть вопрос кто и когда в потолок засовывают лопатки напишите ребят в комментариях так ну что теперь заезжаем в бокс на мойку ну ну да пойдем ладно пойдем похоже что выезжают начну даже не с мойки а начну с того что буду менять лампочку линзе а где лампочка вот здесь стаканчик для чего для пива ребята ну вот у меня стоит здесь оригинальный остром сейчас они стоили по моему тысячи по 3 рублей а мы сейчас будем менять их на новые лампы это лампы мы будем менять на вот такие диодные лампы посмотрим как и насколько изменится наш свет в принципе по тестам все было очень клёво машину готовится первой фазовой мойки значит у нас не шишечков то что было но и куплено это шима это разрывает как раз ту самую водяную пленку что будет беречь наше покрытие зимой а это феррунгель это такой растворчик вонюченький для очистки дисков тоже нужно будет их пройтись покажу такой интересный эффект получается ну а теперь включаем компрессор и приступаем к мойке пеночки так снова и начинаем пеночки обрабатывать обрабатывать таблики машинка стоит оттекает девятки ну а теперь начинаем обработку нашим гол гол наносим прямо на мокрую машину вытираю на крышу вкусно пахнет вкусно пахнет да подальше отойди чтобы я не попал так обрызгиваем всё не нужно её не втирать не полоскать не натирать не натирать так все а теперь делаем активацию активация запускает процесс гидрофорнизации не натирать готово заряжено чтобы ребята сейчас вам покажу один фокус что говорит о том что пользоваться правильными тряпочками это тоже на самом деле нужно смотреть и видите весь капот сейчас маленьких таких есть у меня вот такая большая тряпочка смотрите паду я вот так вот делаю и он абсолютно то есть тут все и это не шутки я убил дел еще раз делаю еще раз мне не нужно что-то втирать растирать я просто вот так укладу тряпочку иду она все сама вы если вы думали что микрофибра которые вы пользовались раньше это хорошая микрофибра вы пользовались ерундой вот это профессиональная микрофибра она не оставляет разводу ничего просто было мокро стало сухо и я ее еще ни разу не выжимал иди сюда вот мокрое крыло мокрая дверь сухая дверь только началась еще разводы как на крыше это будешь делать на крыше все если кому интересно что это за чудо тряпка я думаю это будет даже интересно женщину которые меня смотрят потому что вы всегда покупаете такие красные штуки как там белый кот супер тряпки там какие-то у вас вот это вот автомобильная микрофибра вот такого размера стоило всего лишь 350 рублей она односторонняя вот но результат у нее такой что я не от одного белого кота это не видел чтобы вот просто вот шел вытирал все и после тебя уже ничего не разводу ничего не остается очень толковая тряпочка поэтому если кому интересно мамы бабушки и дедушки удивляться до пишите в комментариях я вам напишу название как называется это супер тряпка да вы ее купите из-за улицы про домашние у нас внутри ничего не промокнет так ну вот такой вот эффект все блестит все сияет к зиме машина готова в принципе где-нибудь в январе месяце я повторю данную процедуру но так классика чистенько забрали маму с работы поедем чем похомячим покушаем запомни хорошо в итоге мы решили под вечер выбраться немножко или захотелось макарончиков поесть люблю повеселиться особенно поесть короче мы в альпатио ничего особенного просто небольшой семейный ужин я тут ем салат из баклажан уже заканчивается или заказала какую-то себе пины 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 но у себя на шашлычки поел так ну и принесла немножко пиццы но еще здесь немножко пиццы ох приятного аппетита нам смотрите короче пока мы кушали но вернее мы уже покушали но пока мы кушали нам пришла очередная идея мы решили пойти в кино сейчас вышла сейчас премьера по щучьему велению новая постановка смотрел трейлер очень красивый прям захотелось в эту сказку поэтому в виду семена и сам иду с удовольствием ну аннелли у нас и так любит сказки все до встречи в кинотеатре пойдем вот решили по щучьему велению такой вот мини-зал это оказывается детский зал спереди места для детишек такие вот маленькие креслица это для детишек побольше такой вот экран небольшой зал и вон наши зайцы сидят вот кольцо для рыбы моей ей понравится ну рассказывай всем как тебе кино кино отлично но я сейчас скажу кое-что по моему хотению чтоб у нас было сто тысяч миллионов подписчиков на канале ну мы уже дома кино было хорошее кино хорошая сказка веселая да и самое интересное было много рекламы в самом начале как обычно про новые фильмы которые будут ну так вот очередной раз могу сказать что наши ничего нового не придумали потому что сейчас идут новые экранизации это летучий корабль новая экранизация бременские музыканты короче новых сказок не выдумывается работают по старой классике это рабочая тема надо переснять и заработать бабла ну в принципе картинка хорошая мы довольны мамуля люблю тебя новые буреги посиделки тетя таня баб таня всем привет акуля все ништяк время уже поздно всем доброй ночи до встречи на следующей неделе будет очень 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 много дачи мы будем заниматься подготовкой сада на зиму все всех целую всем пока аривидорчи пока пока